Здравствуйте, дорогие наши подписчики! Держу в руках одно из самых, наверное, эффектных комнатных растений. Эффектные, но очень, к сожалению, капризные. Но как бы там ни было, из-за своей красоты с каждым годом завоевывает все большую и большую популярность. Это растение диплодения или мандевила. Родина этого растения Южная и Центральная Америка. Это растение у себя на родине, да и у нас, ампельное растение. И цветет оно как раз в летний такой период, начиная с марта месяца, и цветет непрерывно. На одном взрослом кусте может быть до 80 вот таких вот красивых колокольчиков. Причем не только красного, но и белого, и розового цвета. И цветет до ноября месяца, то есть практически все лето без устали это растение цветет. Что же надо делать, чтобы мы могли приручить такую капризную красавицу у себя дома? Это растение нуждается в огромном количестве солнечного света. Но свет должен быть рассеянный. Из-за этого чаще всего ее выращивают либо на восточной, либо на западной стороне. Будь это окна, балкон, лоджия. Вот, значит, кроме того, это растение, почему я сказала капризное, оно нуждается в очень высокой влажности воздуха. И летом, если нет возможности постоянно делать опрыскивание или выращивать в специальном окне-витрине, значит, это растение ставят на поддон с мокрой галькой, с мокрым керамзитом, для того, чтобы происходило испарение и растение всегда чувствовало вокруг себя теплый влажный воздух. Нуждается, опять же, для того, чтобы были такие красивые цветы и сколько сил растение тратит на цветение, нуждается в обильных подкормках. В период активного роста, когда только-только растение растет, мы ему даем удобрение для декоративно-листных растений, там, где больше содержания азота. Но как только начинается бутонизация и цветение, мы с вами переходим на фосфорно-калийные удобрения. И практически до ноября месяца мы подкармливаем его вот такими вот удобрениями. Водичка должна быть для полива теплая, может быть подкисленная чуть-чуть. Но хочу сказать, что это растение, кроме того, что любит высокую влажность воздуха, оно еще и любит обильный полив, особенно в период вегетации и цветения. Из-за этого его обычно поливают, когда почва в горшке просохнет в летний период, приблизительно где-то на полтора-два сантиметра. А вот в зимний период, начиная с ноября месяца, когда растение идет на период покоя, постепенно поливы сокращает, сокращает, сокращает и поливает по минимуму при полной подсушке земляного кома. Нельзя переливать, когда растение находится в состоянии покоя. Ну и осенью, сразу после цветения, растение обрезают. Дело в том, что за лето это растение дает нам такие длинные побеги, на которых оно цветет. И эти побеги могут быть больше 6 метров длиной. Потому опора обязательно, в обязательном порядке, без опоры вы не увидите красоты цветения этого растения. И вот осенью растение нужно обрезать. Причем не бойтесь обрезать кардинально. Обрезка идет где-то приблизительно 1 третья часть от длины растения, можно и покороче. Объясняю, почему не бойтесь обрезки. Дело в том, что дает вот такие вот цветы растения на приростах свежих. И у вас оно перезимует, весной начнет расти. И на вот этих вот свеженьких приростах, которые вот идут, сразу закладываются вот они, бутончики. А когда вы вот такое вот растение на опорах занесете, например, с блоджи в дом, огромнейшее, оно все равно начнет расти. И на старой массе вы не увидите цветение. Потому обрезка должна быть и должна быть обрезка кардинальная. Сразу, не весной, сразу после цветения. Перед тем, как растение уйдет на покой. Ну и покой или зимовка, естественно, температура должна быть ниже, как я уже сказала. Полив должен быть скудный, никаких удобрений. Растение реально отдыхает. Со всех вредителей это растение больше всего любит тля. Из-за этого профилактически стоит все-таки делать опрыскивание, ну даже самым элементарным там фитовермом или бетоксибацелином. Если вы будете это делать периодичностью, так как положено по инструкции, у вас таких проблем не будет. Ну и чтобы листочки, например, не желтели, это значит нужно обратить внимание на сухость воздуха. Если кончики листьев коричневеют, значит вы где-то дали лишнюю водичку. В принципе, вот такие вот правила ухода за этим растением. Не бойтесь, что я сказала капризное, но его красота все-таки стоит для того, чтобы попробовать вырастить такую красавицу у себя дома. До свидания, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, лайкайте, приходите к нам, ждем вас.